30 октября, день памяти жертв политических репрессий. Эта скорбная дата по-особенному звучит на Колыме, которая до сих пор для многих соотечественников из бывшего Советского Союза является символом жестокости и кровожадности государства. Самым главным, наверное, символом этих событий и самым главным символом нашей памяти об этих событиях и людях, пострадавших в них, является, конечно же, мемориальный комплекс жертв политических репрессий Маска Скорби. Сам монумент сейчас закрыт на реставрацию, а значит закрыты и внутренние музейные помещения, которые всегда интересуют макаданцев и в которые всегда люди приходят в эти дни. Поэтому мы решили, что в павильоне парка Маяк, в нашем выставочном павильоне, где работает проект «Город у моря Охотского», мы презентуем эти материалы, те материалы, которые хранятся в Маске Скорби. Но когда сотрудники музейного комплекса начали подготовку к выставке, стало понятно, что спектр выставляемых материалов надо расширять. Были добавлены документы, предметы искусства. Открывает выставку очень интересный объект – карта «Треугольник страданий». На карте лагерей СССР нанесены три точки, через которые должен был пройти проект Эрнста Неизвестного. И мы были первыми, кто воздвиг вершину треугольника страданий – Маску Скорби. Вторая появилась в Екатеринбурге. Третья очередь будет в Оркуте. В связи с объявленной из-за коронавируса нерабочей недели, работа выставки будет продлена с 9 по 14 ноября. Американские художники встретились с заместителем мэра областного центра Юрием Казетовым. Обсудили фестиваль костерезного искусства, а также по-братимские отношения двух городов – Магадана и Энкориджа. В этом году Союзу уже 30 лет. «Мы надеемся, что на следующий год мы все очень дружно отметим 30-летие городов-попротивов Аляски с городами российского Дальнего Востока. И вручим премию каждому городу «Серебряный лучник» в области общественных связей». У каждой страны своя культура, свои традиции. Одной из главных целей таких мероприятий, как фестиваль костерезного искусства, является обмен опытом между народами. Гости города поделились своей культурой. «Бубин, который они играют, бубин – это тот же самый ритм, как ритм нашего сердца. Поэтому они его и держат ближе к сердцу. И когда ребенок родится, он тоже, потому что ребенок мать держит ребенка тоже из своего сердца». «Когда они танцуют на берегу моря, рядом с водой, то есть их танцы соответствуют вибрации волн, морских волн. И еще это означает, как бы, эти танцы означают приглашение рыбы. То есть это все помогает, как бы, вот, ловле рыбы». «У них свой есть язык, общение с природой. И они говорят, конечно, в своих песнях и в движениях и в танцах, это исключительно вот их то, с чем они родились, то, что им было передано их предками». В Магадане презентовали новое антисептическое средство «Зуна». Это новозеландский санитайзер, который на 99% состоит из воды. При этом, уверяют эксперты, убивает всех микробов, в том числе коронавирусную инфекцию. Так в чем же уникальность нового средства? Во-первых, рассказывают специалисты, пролонгированность действия. Антисептик действует до 24 часов. При этом человек может мыть руки или наносить крем. Кроме того, есть средства и для бытового применения. То есть этим вы можете обработать телефон, свой компьютер, рюкзак ребенка, все что угодно. И на любой поверхности это средство действует до 30 дней. Мы, когда привезли в Россию, прошли все испытания вне дезинфектологии Роспотребнадзора. И наши средства получили свидетельство о государственной регистрации, находятся в реестре Роспотребнадзора. Соответственно, мы имеем право продавать его на территории Российской Федерации. Уникальность вещества также заключается в том, что оно убивает вирусы и бактерии физически. Поэтому у патогенов не вырабатывается иммунитет. Средства можно купить в интернет-магазинах, а также на сайте производителя. В спортивно-культурном комплексе «Менталист» подвели итоги смотра конкурса «Северное соцветие-2021». Принимали участие не только горожане, но и организации. Главная цель состязания – привлечь магадансов к озеленению территории. В этот раз поступило 24 заявки. Конкурс проходил в три этапа. Прием заявок на участие, работа конкурсной комиссии по осмотру и оценке территорий, определение и награждение победителей. Конкурсная комиссия в летний период осмотрела прекрасные работы участников. Это были и работы дошкольных образовательных учреждений, это были придомовые территории физических лиц, это были и маленькие полисадники индивидуальных предпринимателей. Каждый раз действительно искренне радуется душа, когда мы видим постоянных участников этого конкурса, а также новеньких участников, которые с энтузиазмом врываются в борьбу за призы. Каждый участник уходит с памятным подарком, с денежным призом. В этом году заявки принимали в семи номинациях – «Цветущий двор», «Дети цветы жизни», «Учение цвет», «Цвет творчества», «Территория цвета», «Корзина цветов», «Натюрморт». Организатор – Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана. Всех участников поблагодарили за помощь в украшении города. Еще больше меня всегда удивляет. Мы привыкли считать свой край город северный, где ольхатом растут, конечно, какие-то деревья, цветы даже. Но когда видишь, что в одном полисаднике более 30, а то и 40 где-то различных видов растений, цветов, которые мы привыкли видеть только за пределами, как мы говорим, на материке, поражает, с одной стороны, и насколько талант, наверное, экономически имеет этот участник, а с другой стороны, и насколько благодатна колымская земля, и насколько растение наше радуется короткому, тем не менее, летнему солнцу. Обладателем гран-при городского смотра конкурса «Северное соцветие-2021» стала Мария Давыденко. Специальными призами жюри конкурса отметила школу номер 14 и ООО «Магадан Энергострой». Организаторы смотра конкурса надеются, что следующим летом «Северное соцветие» пополнится новыми видами удивительных и редких цветов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин